Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Зубная щетка Когда я получу эликсир роста Я создам огромную собачью армию И захвачу мир Вау! Супер! Лучше, чем по телеку Ох, и доиграетесь вы до неприятностей Дим Димыч, пора спать Хорошо, пап Итак, мой секретный рецепт Сперва добавим Углеродия Теперь Немного Будербродия И, наконец Лохматоподродия Кусачка Не бойся Пей, моя крошка И ты вырастешь в десять раз Что? Невкусно? Ах, да Я забыл заболтать Эта ультразвуковая мешалка нам поможет Дим Димыч Ты бы не трогал папину зубную щетку Ведь сломаешь Гус XML Ты что, спятил? Сумасшедший О-хо-хо-хо-хо! 3 П Quando И правда Ты, Дим Димыч, такой большой А ума как у Нолика Ну спасибо А ты положи зубную щетку на место Вроде как и не брал Не, это не хорошо Дим Димыч, ты как? Покажу, пап Симка, Нолик, помогите, пожалуйста Без паники Для начала нужно понять, что там могло сломаться Электрическая зубная щетка Состоит из трех основных частей Батарейка Моторчик И специальный механизм Который соединяет моторчик со щетинками В этом механизме весь секрет Он преобразует вращение моторчика В движение щетинок Щетинки быстро-быстро движутся Вперед-назад Туда-сюда Влево-вправо Вправо-влево И чистят зубы Так что же делать? Я все понял Мы вынем моторчик Снимем шестеренки Расперем механизм Сколько времени на это надо? Часа два Сколько? Значит так, Дим Димыч Открой батарейный отсек Ждите меня здесь Это ваши зубы Ну, конечно, не ваши Но вы меня поняли Когда-то давно У людей не было зубных щеток Древние египтяне Очищали свои зубы Жеваной палочкой Древние греки Продирали свои зубы Тряпочкой Викинги вообще пользовались Не пойми чем И только 200 лет назад Англичанин Вильям Адис Придумал кое-что получше Он насверлил в косточки дырочек Вставил в них пучки щетинок И получилась Зубная щетка И вот что я вам скажу Как фиксик То есть как специалист по ремонту Лучше часто чистить зубы щеткой Чем часто ремонтировать их У зубного врача Ну что Механизм не в порядке? В порядке Моторчик сгорел? Нет Так что же Вы не поверите Батарейки сели И все? Так я их заменю Я знаю как Твой папа включил щетку Кажется все в порядке Работает Фух Пронесло Ну отлично Твой папа и не узнает Какую бурду мешали его щеткой Бурду? Ничтожный нолик Не смей так называть Мой эликсир Дим Димыч А почему у моей зубной щетки Вкус мыла? Ай-яй-яй Доигрались И что вы теперь скажете? Микроволновка Микроволновка С помощью которой Люди разогревают Разные продукты Ого А мы здесь случайно Сами не разогреемся? И об этом вы узнаете Если конечно будете Внимательно слушать Понял Слушай внимательно Да слушай Слушай Конечно Как и человеческие дети Маленькие фиксики Ходят в школу Но многие нужные знания Они получают от родителей Взрослые фиксики Водят своих детей На экскурсии По разным приборам И рассказывают о том Как за ними ухаживать Фиксики папы Предпочитают Показывать детям Компьютеры Или телевизоры Зато мамы Лучше разбираются Во всякой кухонной технике Иногда бывает так Что в доме появляются Новые приборы С которыми фиксики Никогда раньше Не сталкивались И тогда они Всей семьей изучают Инструкции К этим приборам Те инструкции Которые люди Печатают для себя Но сами их Обычно не читают А теперь пройдем К магнетрону Который излучает Микроволны А продукты Поглощают Эти микроволны И от этого Нагреваются Верно А теперь внимательно Все посмотрели налево Ура Свобода О, Дим Димыч Может пойдем Мультики посмотрим Не могу Мне надо делать уроки Ну так делай скорее Да я почему-то Когда уроки надо делать Всегда есть Захотеваю Так да ешь Быстрее Не Чем быстрее Я поем Тем быстрее Придется за уроки Садиться Уже остыло Надо разогреть Так Минута хватит Это не просто провода Они нужны для того Матя Что происходит Случилась перегрузка Микроволновка Может сгореть Так бежим отсюда Скорей Что значит бежим Надо Надо спасать прибор Ой Ой Это синка спасет Синька Помогай Тыдыщ Ой Что с микроволновкой Она испортилась Да какая Разница Главное Чтоб симка Смази Не испортились Тут Никого нет Конечно Нет Мы были За стенкой У нас там сейчас Такое было Вот оно что Дим Димыч Ты зачем вилку В микроволновку засунул А что Разве нельзя Запомни Никогда не ставь В микроволновку Металлическую посуду Не клади вилки И ложки От этого микроволновка Может сгореть И никакие фиксики Ее уже не починят Даже металлическая Каемочка на тарелке Может привести К неприятностям И еще В микроволновке Нельзя греть пищу В запаянных упаковках И закупоренных бутылках Да и не вздумай Печь там куриные яйца Они просто взорвутся Но я же всего этого не знал Нолик А ты куда смотрел? Почему Дим Димыча Не предупредил? А я... Я... Аааа Ты же у нас прогулщик И сам ничего не знаешь Нолик Ты куда? Я же с тобой разговариваю Куда-куда? Изучать как работает микроволновка Да и я пойду уроки делать Но сначала будешь долго-долго есть, да? Нет Я вообще есть не буду Только поиграю полчасика на компьютере И все Клавиатура Раз, два, три, четыре, пять Мы идем искать И куда же он теперь спрятался? Дим Димыч Ау Дим Димыч Ты не забыл про бабушкин день рождения? Нет Ой, забыли Мы тебя нашли? Так не честно Это моя мама меня вам нашла Тогда перепрятывайся Потом Надо срочно бабушке открытку Нарисовать Так Нужен чистый листок А когда у бабушки день рождения? Завтра Так открытка не успеет дойти Ой А что же делать? Ты прям как маленький Возьми да позвони Бабушке будет приятно услышать свой голос Нет У нас не традиция Посылать друг другу открытки На интернет для чего? Пошли бабушке электронную открытку Симка Ты гений О Вот это классно Теперь пиши поздравления Д не печатается Как же я напишу Дорогая бабушка? А пусть будет обычная бабушка А не дорогая И Б тоже не работает Похоже Нам нужен помогатор Помогатор? Зачем? Затем Что у клавиатуры Контакты засорились Какие контакты? Клавиша компьютерной клавиатуры Работает так же Как кнопка дверного звонка Когда мы нажимаем у двери кнопку Контакты замыкаются Электрический сигнал бежит по проводам И звонок звенит А когда мы нажимаем клавишу С какой-нибудь буквой Электрический сигнал бежит Из клавиатуры в компьютер И он показывает эту букву на экране Вот только если грязь мешает Сомкнуть контакты Сигнал не побежит Дим Димыч А что это здесь такое липкое? Наверное это я газировку пил Заодно и клавиатуру угостил Вот почему она не работает От грошки откуда? Ээээ... От бутеврода отвалили А это что за красная куча? Наверное, кетчуп От пиццы с грибами Ох, Нолик Видно, придется нам еще и грибы собирать Фиксики всегда готовы помогать людям Но некоторым людям помогать не хочется Помню, работал я фиксиком в одном доме Это был кошмар К примеру, прольет хозяин чай на пульт от телевизора Я бегу чистить пульт А он начинает лупить телевизор кулаком Потому что программы не переключают Телевизор тоже ломается Тогда он решает послушать музыку Случайно роняет на пол музыкальный центр Пытается сам его чинить Доламывает окончательно И тут же садится в кресло Прямо на телефонный аппарат А я в это время все еще оттираю пульт от чая В общем, не знал я с ним ни сна, ни отдыха В конце концов, не выдержал Ушел от него Теперь вот, учу детей Дим Димыч Димыч, ты почему за компьютером ешь? Да! Тебя что, на кухню не кормят? Да я уже понял Что нельзя Молодец! Пиши поздравление И адрес не забудь Ага Мам! Какой у бабушки адрес электронной почты? У нее нет электронной почты Ну вот Мы что, зря клавиатуру чинили? Конечно, не зря А бабушке я Я по телефону позвоню Ну, у вас же традиция Открытки писать Ну и что? Бабушке будет приятно Услышать мой голос Какая оригинальная мысль Хе-хе Фонарик Где же он? Дим Димыч, ты чего ищешь? Фонарик А, вот он А чем он тебе? С Катей Хочу поболтать По фонарику? Ты его с телефоном не перепутал? Вы ничего не понимаете Мы с Катей секретный код придумали Один раз мигнул Означает привет О, Катя тебе тоже привет говорит А что означает два раза? Катя спросила Как дела? Сейчас отвечу ей, что хорошо Ой, что это с ним? По-моему, он не работает Да вижу я А почему? Другой фонарик Это всего-навсего батарейка и лампочка Соединенные проводками А между ними выключатель Когда контакты выключателя замыкаются Батарейка начинает питать электричеством лампочку И она загорается Значит, если фонарик не работает То одно из трех Или батарейка села Или лампочка перегорела Или выключатель сломался А теперь от теории перейдем к практике Некогда уже переходить к практике Если я прямо сейчас не мигну Кате три раза Она подумает Что я не хочу с ней разговаривать и обидеться Ты только не волнуйся Мы тебе поможем Только запогома... Ой, запомогатором сгоняем И все Слышишь, Мась? Какой-то странный шум Ага Слышу А, так вот, что это шумело Папус, нам нужен помогать Папа, починить фонарик Фонарик, говорите? А знаете ли вы, что ваш прадедушка Однажды проскакал много километров На попутной собаке Чтобы починить Один очень, очень большой фонарик Это какой? Который называется маяк Маяк Это такой огромный фонарик Который нужен для того Чтобы указывать путь корабля Люди используют маяки с глубокой древности Самый известный маяк Александрийский Его построили в Египте Еще до нашей эры Высота его была больше ста метров И древние греки считали этот маяк Одним из семи чудес света В древности на маяках Разжигали огонь А теперь свет дают Мощный электрический ламп Многие современные маяки Не только светят Но и подают радиосигналы Благодаря этому Маяки видны кораблям и самолетам За много километров И те знают Куда им плыть и лететь можно А куда нельзя И благодаря подвигу Вашего прадедушки Тот маяк снова заработал И ни один корабль Не сбился с курса Синка А давай Не просто починим фонарик А еще и пудрец совершим Как прадедушка Ага Давай Как думаешь Эта собака Сойдет за попутную? Хватайся за меня Пу vent Ой Я Я Я Я Я Я А Я Я Я Субтитры сделал DimaTorzok Кусачка, фу, иди на место Делись! Вот это был подвиг Осталось только маяк починить Дим Дилыч, давай его сюда Какой еще маяк? Тот, который фонарик А, он уже не нужен Как не нужен? Как же ты скажешь Кате, что у тебя все хорошо? А я уже сказал, вот так Не, ну мы так не договариваемся Да Вы что, зря подвиг совершали? Ну, если подвиг Ладно уж, чините Ура! Деталька Ничего не понимаю Только что работал Привет, Дим Димыч! Синька, Нолик, тут у меня... Играть даже не предлагай Мы заняты Чем же это? А нас сегодня наставили за старших Даже в помогатор доверили А Папус и Майси ушли в гости К соседским фиксикам Папус когда-то работал с Ними на космодроме С детства Папус мечтал полететь в космос В ракетах ведь тоже нужны фиксики Он даже устроился на работу в Центр подготовки космонавтов Там Папус следил за исправностью центрифуги Это такая очень быстрая карусельная, которой тренирует космонавтов Папус на ней тоже тренировался К сожалению, в тот день, когда люди полетели в космос У Папуса был выходной И ракета улетела без него С тех пор Папус терпеть не может выходные А еще он мечтает починить что-нибудь похожее на центрифугу Например, стиральную машину Но она, как назло, все никак не ломается Значит, сегодня вы все чините? Ну да Тогда радуйтесь! У меня машинка не ездит Ура! Есть работа! Нолик, по машинам! Так, и что же тут сломалось? Погоди Вот, деталька сгорела Закоптилась-то как! Где бы взять такую же только чистую? Чистую? Ах, Нолик, ты гений! Точно такая же деталька есть в посудомойке! Бежим! Интересно, а как эти детальки между собой соединяются? С помощью этой штуки Которая называется печатная плата Делается плата так Сначала на нее наносят тонкий слой металла Потом на этом металле намечают или печатают дорожки После этого лишний металл смывают Специальным циническим раствором А металлические дорожки Которые остаются на плате Используют вместо проводков Чтобы соединять детали между собой Остается только припаять к дорожкам детали В нужных местах Которые остальные Дим Димыч! Которые остальные Ура! Поехала! Дим Димыч! Я запускаю посудомойку! У тебя в комнате грязной посуды нет? Нет! Тормози! Чего тормози? Маму тормози! Мы же детальку из посудомойки взяли! Мам! Погоди, не запускай! У меня тут... У меня тут грязный стакан! Нолик, за мной! Там в телевизоре такая же деталь есть! Теперь в посудомойку! Уф! Еле успели! Мы деталь из телевизора в гостиной вытащили! Как? Из телевизора? Там сейчас мамин сериал начнется! А-а-а! Телевизор работает! А где детальку взяли? В компьютере твоего папы! Всем привет! Я дома! Привет! Ужинать будешь? Позже! Надо срочно на компьютере поработать! Симка, бежим! Где еще такая же деталька есть? Стоп! Хватит бегать! Вот, забирайте отсюда! Дальше мы вставили детальку в компьютер и он снова заработал! Ну вы и начудили! Запомните, мастера! Никогда не чините один прибор за счет другого! Понятно! Понятно! А детальку надо было взять в кладовке в старом радио! Папа, но оно же не будет работать! А оно сто лет как не работает! Мы с Вася оттуда уже половину деталей вытащили! Магнит! Так, похоже, нужен помогатор! Откуда тут винтик? Вася оттуда! Вася оттуда! Снимаем! Ах! Снимаем! Магнит! Наталька! Магнит! Магнит! Всем успех! И здесь папуса нет Ну все, наверное, он пропал навсегда Его нет уже пять дней Не расстраивайся, мы обязательно его найдем Конечно найдем Давайте еще на кухне поищем Мы же там уже искали Мы получше поищем А давай еще туда заглянем Да сто раз уже смотрели Симка, Нолин, что это вы все ищете? Ничто, а кого? Мы папуса уже целую неделю найти не можем Ого! Он уже, наверное, в винтик превратился От недостатка энергии Может я как-то смогу помочь? Сможешь! Давай ты нас будешь носить, а то мы уже бегать устали Фиксик может прикинуться винтиком в случае опасности Но иногда он превращается в винтик не по своей воле Это происходит, если фиксику не хватает жизненной энергии Тогда он слабеет, становится вялым А потом вообще впадает в спячку, превращаясь в винтик Такая беда случается, если фиксик вовремя не подзарядился энергией От работающей машины или прибора А заряжаться фиксиком надо регулярно Фиксику, который ослабел и стал винтиком, может повезти Если какой-то человек случайно найдет его и вкручит в прибор То фиксик может подзарядиться и снова ожить Тогда он вывернется и убежит А человек будет удивляться Куда это делся винтик? Я же его сам вкручу Ну что, где будем искать? Ты что искать собрался, Дим Димыч? Да я... И что это у тебя в кулаке? Это просто мои винтики Я тут как-то нашел один винтик Не твой? Наверное, мой А где он? Возьми и больше не разбрасывай Ну что, мне отвернуться, чтобы ваш папус обратно превратился? Он же тут неделю пролежал У него энергии нет обратно превратиться И что делать? Надо вкрутить его в какой-нибудь прибор Чтобы он зарядился Хорошо А который из них папус? Тут все винтики на папусы похожи Нам нужен магнит Зачем? Он же просто притянет все винтики Во-первых, не все Не все металлы притягиваются к магниту В этом легко убедиться на опыте Возьми магнит У тебя в доме на холодильнике он наверняка есть И попробуй поднести его к разным металлическим предметам К ложкам, гвоздикам, монеткам И заметь, что здесь металлы, которые притягиваются магнитом очень хорошо Некоторые притягиваются слабее А есть и такие, которые с магнитом не дружат вообще Ясно А во-вторых А во-вторых Мы, фиксики, когда превращаемся в винтики Тоже к магниту не притягиваемся Сейчас проверим Фу, нашел Сейчас мы его вкрутим А интересно Где-то тут еще пипсик Тебе что? Нас мало? Все равно проверю Пусто Ой, и тут пусто Надо же! Уже зарядился и вывернулся Хоть бы отдохнул, Чето После таких приключений Спасибо, он отдыхал И потом я уже целую неделю собираюсь это починить Железная дорога Ту-ду-ду-ду-ду Идут на Землю неожиданно Попадает и на планеты корабль Если подмога успеет вовремя Мы спасены Быстрее, быстрее Раскружаемся Быстрее Дим Димыч, мы пришли играть О, вы будете инопланетянами Какими еще инопланетянами? Обыкновенными Которые прилетели захватить Землю И все здесь разрушить Не хотим мы ничего разрушать? Мы лучше будем Машинистами поезда Машинистами? Хе Да вы ничего в железных дорогах Не понимаете Это мы-то не понимаем Люди очень давно придумали рельсы Но сначала они были деревянными Только в конце 18 века Начали делать рельсы из металла На первых железных дорогах Локомотивов не было А вагоны прицепляли к лошадям Потом на смену лошадям пришли паровозы В их топках сжигались трава и уголь В котлах кипела вода А пар вращал колеса Тут уж без фиксиков не обошлось Ведь кому-то нужно было следить за паровыми машинами Паровозы теперь ушли в прошлое Зато появились электропоезда Которые мчатся по железной дороге Почти со скоростью самолета Все равно вы будете инопланетянами Железная дорога моя Значит играем по моим правилам Разгрузка закончена Поезд отправляется Ту-ду Вот сам и играй, Чук-Чук И буду Эй, почему стоим? И так не едет Ни туда, ни сюда Симка! Нолик! Вы где? Обиделись что ли? Мам, а папа скоро придет? Нет, а что случилось? На нас напали инопланетяне Надо срочно починить поезд Иначе мы все погибнем А, угу Компот будешь? Эх, компот тут не поможет Симка, Нолик Я же знаю, что вы здесь Простите меня, если я вас обидел Ну пожалуйста Никто, кроме вас Не спасет землю От инопланетян Ладно, опять уговорил Так Проверим рельсы Нолик За мной А я быстрее! Ау! Вот тебе и быстрее Зато я нашел разрыв Дим Димыч Тут рельсы разошлись Вижу И что? А то Поэтому поезд не едет Твоя железная дорога Работает на электричестве Но в электровозе Который тащит вагончики Нет батареек Электроэнергия к нему Поступает через рельсы То есть каждый рельс Это еще и провод По которому течет ток Если рельсы разошлись То электрический ток По ним течь не может А без тока Двигатель электровоза Работать не будет Соединяй рельсы И поезд пройдет Так Так Хоп Ура! Есть контакт! Ну что Теперь давайте играть? А по каким правилам? А по каким захотите? Поезд мчится вперед! Его ведет Моженист Нолик Неожиданно появляется Инопланетный корабль! Приветствую вас, земляне! Я прилетела из другой галактики! Чтобы все здесь разрушить? Нет! Чтобы все здесь починить! Винтики Эй-эй! Дим Димыч! О чем задумался? А? У вас сочинение задали Мой лучший друг Думаю, про кого писать? Как про кого? Разве не я твой лучший друг? Фу ты! Как я сразу не подумал? И сейчас не думай! Это же секрет! Забыл, что обещал, когда мы познакомились? Помню, конечно! Что это с Кусачкой сегодня? Кусачка! Что ты привязала с этим винтиком? Что с тобой? Да встать до днику! Успокойся! Ты мне самолет сломаешь! Что это было? Ой! Что это было? Эй! Превращайтесь обратно! А то не выпущу! Ну, пожалуйста, не будьте! Я маленьких не обижаю! Только один вопросик задам и отпущу! Норик! Ты что? Он мне обманет! Чего смотришь? Давай свой вопрос! Вот это да! А кто вы такие? Фиксики! Все, мы ответили! Отпускай нас! Подождите! А кто такие фиксики? Это уже второй вопрос! Ты же обещал нас отпустить! Обещал! Ну, убегайте! Зинька, давай мускоражем! Я по глазам вижу! Можно ли я? Ах! Ладно! Ответим! Только поклянись, что никому не расскажешь! Клянусь! Фиксики! Это маленькие человечки, которые живут в машинах и приборах И ухаживают за ними Чинят, чистят, смазывают Люди об этом не догадываются Они думают, что если сломанный прибор постоял-постоял А потом снова заработал То это произошло само собой На самом деле Ничего само собой не происходит Просто внутри живем мы, фиксики И без нас, у людей Было бы с техникой намного больше проблем Классно! А как вас зовут? Это уже третий вопрос Меня зовут Нолик, а я Зимка А меня Дим Димыч! А вы еще придете? Ну вот Я чуть не стал единственным в мире мальчиком С которым дружат фиксики Я тогда решил, что вы больше не вернетесь Да мы и не собирались возвращаться Но потом нам очень захотелось стать единственными в мире фиксиками Которые дружат с единственным в мире мальчиком С которым дружат фиксики И который до сих пор нас не выдал Фиксики изо всех сил стараются избегать людей Они боятся, что люди, узнав о фиксиках Начнут их отлавливать и держать в неволе Как домашних животных А еще хуже Потащат свои научные лаборатории И будут там изучать под микроскопом Или ставить над фиксиками опыты Или вот возьмут люди И вообще перестанут ухаживать за машинами и приборами Решив, что фиксики будут делать за них всю работу А если сами люди не будут беречь свою технику Чинить ее и чистить То она так начнет ломаться Что уже никакие фиксики не помогут Словом, прячусь от людей Фиксики поступают мудро Ладно, напишу про кого-нибудь другого Есть у меня один друг Друг Точка Он любит ремонтировать приборы И зовут его Но И зовут его Толик Степлер Дим Димыч Перехватывает мяч Он робко обыгрывает соперника Впереди пигуни Калкипин Забирает от страха Дим Димыч Прекрати пинать мяч У тебя концерт в школе через полчаса Я не буду снова гладить твой костюм Ладно, мам Давай еще разок, а? Простите, ребята Мама запретила мне пинать мяч Но не запретила кастать его Ах, Дим Димыч, твои штаны У-у-у-у-у-у-у-у-у Это же мои концертные брюки Да, это серьёзно Но твоя мама, наверное, успеет зашить? Я даже боюсь ей об этом говорить Она же меня предупреждала Есть идея! Хоп! Ты хочешь скрепить шов степлером? Классно придумал? Надо попробовать Ну-ну Сейчас Стой! Что такое? Нос чешется! Всё, теперь можно! Получается! Супер! Да, степлер это вещь Как интересно он работает Давай-давай, не отвлекайся Степлер заправляет специальные заготовки Состоящие из многих неотделённых друг от друга скрепочек Когда ты нажимаешь на рукоятку Железный зубец отщипывает одну скрепку от остальных И проталкивает в щель Скрепка прокалывает листы бумаги И упирается в твёрдую металлическую пластинку В наковальню Усики скрепки от давления загибаются И хоп! Схватывает бумагу Получается, что мы как будто шьём Только не иголкой, а степлером Так оно и быстрее Заело Может, в нём скрепки кончились? Скрепки ещё есть! Только одна из них в щели застрела Дим Димыч, у тебя пять минут Хорошо, мам! Ну что, получается? Нет Давайте папуса позовём Он сильный У него помогатор Сами справимся Дим Димыч, найди, чем можно вытолкнуть скрепку Степлер не такое уж новое изобретение Говорят, у французского короля Людовика Пятнадцатого Был степлер из золота и драгоценных камней Правда, больше одной скрепки в него не помещалось Современные степлеры гораздо удобнее Каких только степлеров не придумали люди И для бумаги, и для фанеры, и даже для кожи Ими пользуются хирурги во время операции Степлер-пистолет применяется для обивки мебели А его старший брат, пневматический молоток Может скреплять даже стены домов А вот изобретение, почти такое же важное, как степлер Это анти-степлер Им можно вынуть скрепку, поставленную степлером Отвертка подойдет? Готится! Смотри, отвертка точно входит в щель Отлично! Протолкни скрепку, только пальцы не причини А то шить не сможешь Тыдыщ! И еще не тыдыщ Ты сначала штаны почини Все, готово! А вот теперь Тыдыщ! Дим Димыч, ты готов? Давно А ловко я придумал со степлером, правда? И мама Дим Димыча ничего не заметила Ну-ну Это до первой стирки Аквариум Все, люди ушли Со мной Мася, а почему рыбы такие вялые? Потому что им дышать нечем Воду в аквариуме нужно все время чистить и насыщать воздухом А фильтр не работает Фильтр? Да, вон тот прибор Надо спешить, а то рыбы совсем задохнутся Так, сначала починим свет А Мася с Симкой пока посмотрят, что с фильтром Я тоже хочу посмотреть фильтр Ты еще маленький Ой-ой-ой Можно подумать, ты у нас двухметровый Отставить споры Нолик, вперед! Так, проверим Не работает Нолик, ты где? Я здесь! Ты чего там делаешь? Я тут держусь На это нет времени Слежать Будем чинить выключатель Мася, а что случилось с фильтром? Скорее всего, что-то мешает мотору крутиться Фильтр нужен для очистки воды в аквариуме Мотор фильтра вращает лопасти И прокачивает воду через густую сетку или губку Здесь задерживается грязь А очищенная вода возвращается в аквариум Многие фильтры не только чистят воду Но еще и смешивают ее с воздухом Это делается для того, чтобы в воде было больше кислорода Ведь рыбы, хоть и живут в воде Но дышат кислородом, как и все мы Дышат кислородом, как и все мы Дышат кислородом, как и все мы Есть много способов, как дышать под водой Попробуйте опустить в воду перевернутый стакан И вы увидите, что в нем останется воздух Точно так же устроен водолазный колокол Который изобрели давным-давно В колоколе, опущенном в воду Остается воздух, которым может дышать человек 200 лет назад люди придумали водолазный костюм Скафандр Воздух в него подается сверху, по шлангу Это позволяет водолазу долго находиться под водой И даже ходить по дну, хотя и недалеко Со временем люди научились сжимать воздух И запасать его в баллонах Так появился акваланг Аквалангист, который дышит воздухом из баллонов Может свободно плавать под водой И нырять на глубину до 300 метров Красота Свет есть Фильтр работает И рыбы так оживились Прямо не рыбы, а звери Хорошо, что они за стеклом Бабус! Держитесь, мы идем на помощь Но у меня даже нет помогатора Ой, как зубами клацают Наверное, я голодный Верно Голодный Нолик со мной Какие же эти рыбы неблагодарные Мы им фильтр починили А они нас чуть не слопали Это я вас от них спас Я вас первый заметил Может, ее тоже отвлечь к корму? Только чур кормом буду не я А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет